Стрельцы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на ноябрь месяца. Что вас ожидает в начале, в середине и в конце месяца? И в конце расклада я возьму для вас карта совета. И посмотрим, что вам Высшая Сила советует на протяжении всего месяца. И первая карта для вас на начало месяца – Четвёрка Кубкова. Четвёрка Кубкова показывает, что эта карта больше энергии, депрессивная, пустота на душе. Хотя Высшие Силы открывают вам, хотя Высшие Силы говорят – бери, делай что-то, решай для себя, но вы этого не хотите, потому что вы эгоисты. Вы почему-то не хотите что-то открывать для себя и понимать, что что-то есть, от чего-то нужно освобождаться. Здесь, знаете, вот эти четыре Кубки, они полные. Они не разбитые, они не разлились, но они дают возможности, чтобы вы пришли в себя, чтобы вы понимали, чего вы хотите от жизни, что вы хотите. Это ваше право, это ваш выбор. Давайте посмотрим следующая карта на начало месяца. Карта Умерили. Контролировать себя, подумать на что-то, на какую-то ситуацию, на какой-то идее, на каких-то целях, и решить, чего вы хотите в жизни, к чему вы стремитесь, к чему вы идёте. Контролируйте, да, я вам скажу, в начале месяца ваши эмоции, ваше состояние, да. Знаете, как говорится, наши мысли, наша вот эта апатическая пустота на душе – это наши враги, да. Мы сами себе их даём, да. Мы сами себе не можем, да, вытаскивать из нас. Поэтому всё-таки нужно подумать на это, потому что здесь нужно более духовно развиваться, более свою энергию проработать, более какая-то даже проводить, может, хочу сказать, подумать по поводу какой-то чистки. Давайте посмотрим следующая карта. Паш Кубков. А новые? А новые энергии, а новые мысли, а новые какие-то достижения, цели, шаги вам стоят. То, что вам приносит удовольствие, то, что вам даёт быть счастливыми, наполнены энергией. Это вам всё-таки стоит подумать на это в начале месяца. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта на середине месяца. Семёрка мечей. А почему у вас это состояние? Потому что вы очень много людей допускаете в вашей жизни, которые вам не приносят ничего хорошего. Это люди, которые могут украсть какую-то идею вас. Они могут брать от чего-то какая-то хорошее от вас. Но посмотрите, это люди, которые вы сами допускаете близко себе. Это может быть даже ваши родственники, это может быть ваши друзья, ваши знакомые. Но они идут как энергетические вампиры. От них нужно освобождаться. От них нужно дать, знаете, чистить свой путь от таких людей. Но решение всё-таки от вас зависит. Всё-таки принять таких людей или освобождаться от таких, это ваше право. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Карта пятёрка жезла говорит о том, что это может быть ваше внутреннее состояние, что вы не можете принять какое-то решение, какой-то выбор, что вы хотите в будущем. Но ещё хочу сказать, постарайтесь ни с кем не конфликтовать на середине месяца ноября. Потому что эти люди, которые могут специально будут делать, на рабочем месте показать, что вы в худшую сторону. В отношении что-то не будет устраивать и доказывать кому-то там маме, папе, да вот он такой, она такая или что-то такое. Здесь стараемся сохранить себя, потому что всё-таки не они будут из-за этого страдать, но всё-таки ваша энергия будет как-то ослаблена. Давайте посмотрим следующая карта, следующая карта на середине месяца. Рыцар мечей. Бороться за своё место под солнцем, бороться за своё право, бороться за своё счастье, за своих целей, за своих достижений, за своих мечт. Не нужно кому-то что-то доказывать. Не нужно кому-то что-то показывать, что вы хорошие, что у вас нету плохие намерения, плохие цели. Нужно для себя. Вот карта то, что говорит, идите в новое, старайтесь что-то новое для себя. Старайтесь, не думайте о других людей, а вот нужно просто таких людей, которые что-то вам стараются, вот, ну, какой-то гадость делать, освобождаться. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Карта десятка жезлов. И если вы не будете освобождаться от таких людей, вот будете таскать этот груз, это нож на своих плечах, это тяжесть. Вы закройте свои цели, своих дороги, своих каких-то достижений, желаний. Вы сами себя их закройте. Вот нужно прежде всего подумать, что вы хотите в жизни, что вам приносит счастье, что вам нужно для вашего блага, для ваших финансов. А вот от чего то, что не нужно в вашей жизни, нужно освобождаться, вот даже можем сказать, на середине месяца. Давайте это где-то 17-го, 15-го числа от этого нужно, да, нужно делать. Здесь может быть вот 17-го, 15-го, могут быть вот какие-то дни, которые будут какие-то выяснения, конфликты. На это нужно обращать внимание и закрываться в таких ситуациях. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Карта мира. Сохранить свое пространство. Да, знаете, знаете, может даже как защиту себя поставить от таких людей, которые могут красть вот вашу энергию. Может быть, сохранить свое поспокойствие, сохранить свои какие-то внутренние ваши состояния. Никому ничего не показывать. Вот нужно это понимать, что не для всех вы будете хороши. Если вы понимаете, что от каких-то людей нужно просто отграждаться, то делайте. Если ваша интуиция это подсказывает, то делайте, не боитесь. Давайте посмотрим карта совета, что вам высшие силы советуют на протяжении всего месяца. Пятерка мечей. Не быть на страже в порядке. Убирайте ваши страхи. Очень вам мешает это ваши страхи из прошлого. Почему-то до сих пор вы переживаете, что какая-то ситуация повторится. Не стоит. Вот именно ноябрь месяца этого не стоит делать. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.